Омнамо Бхагавате Васудевая Сегодня мы продолжим пятая лекция у нас по теме уровней осознания реальности. Мы говорили уже о том, что реальность раскрывается перед нами по мере созревания нашего сознания. В реальности много есть разных живых существ, реальность многоуровневая, но не все живые существа осознают все виды реальности. Реальность поступает перед нами, по мере того, как становится наше сознание все более утонченным, чем более возвышенным, чем более образованными людьми мы становимся, тем более тонкие и тонкие слои реальности открываются перед нами, которых мы даже раньше не подозревали. То есть, реальность в этом плане не то, что мы сейчас это видим, это все, что есть. На самом деле, в мире есть куда больше, чем то, что мы видим. И мы не все можем понять, прочитать, осознать, просто потому что сознание не пускает. И поэтому, раз сознание растет, значит и реальность все более и более тонкая, все более и более интересная перед нами открывается. И мы прошли уже такие уровни осознания реальности, как атеизм, когда люди не видят здесь никакого Бога, не видят здесь никакого контроля, порядка, мечтают, что все это просто продукт какой-то случайности. Мы здесь сами все творим, не от кого мы независимы. Такое атеистическое мировоззрение, так они воспринимают реальность. Далее мы говорили о том, что есть люди, которые все-таки понимают, что есть некоторая власть, каких-то таких тонких, могущественных существ, это духи всевозможные. Потом следующая у нас лекция была посвящена пониманию того, что кроме этих духов, могущественных, но не очень, так сказать, возвышенных, есть действительно возвышенные существа, называются полубоги, которые представляют власть Верховного Господа в этом мире. Это уже другой, более высокий уровень осознания реальности. В прошлый раз четвертая лекция была посвящена тому, что мы говорили о брахмане. Брахман – это еще более высокий уровень. Брахман имеет много понятий слова. Мы разбирали брахман в значении материи, брахман в значении душа, брахман в значении энергии или безличный свет, исходящий от Бога. И брахман в смысле сам Бог. То есть само понятие брахман очень широкое. Но в целом мы говорили больше о такой безличной субстанции брахман, которая пронизывает собой все. И сегодня у нас следующая, пятая тема – это осознание реальности, осознание Бога на уровне вселенской формы. Сегодня мы поговорим об этом. И мы знаем, в четвертой главе Бхагавадгиты Кришна произносит один такой интересный стих. Он говорит, что «В какой мере живые существа предаются Мне, в той мере Я вознаграждаю их. И каждый во всем идет Моим путем». То есть это стих, который говорит, что Кришна открывается нам так, как мы бы хотели. То есть так, как мы воспринимаем Его. Во-первых, в той степени, в какой мы придаемся, в той мере Он откликается, как только толкнется, так и откликнется. Громче крикнешь, громче эхо будет. Это с точки зрения количества. А с точки зрения качества, Он открывается нам в разных видах, как мы хотим Его видеть. Если хотим увидеть как Отца, Он откроется нам как отец. Если хотим видеть Его как лично безличное, Он откроет как безличное. Если хотим с Ним каких-то более близких личных отношений, Он откроется так. То есть, если мы хотим просто представлять Его себе как некую материальную природу, совершенно устроенную, Он даст нам вот такое понимание. И это не обозначает, что у него нет никакой формы, он просто от нас зависит. Как я захочу, так вот он представляет. Это ошибка. Он существует в своей изначальной форме, но он также отвечает на желания других живых существ. Он не навязывает себя, он не навязывает свою форму. И поэтому в зависимости от желания, от уровня развития живого существа, он открывается в той или иной степени адекватно, чтобы живое существо оценило его, могло это понять и принять. Итак, возникает вопрос, почему мы рассматриваем вселенскую форму сейчас, после брахмана. Казалось бы, что брахман это более высокая субстанция. С одной стороны, да. С другой стороны, брахман это безличная субстанция. И вселенская форма, она несет в себе уже определенные качества личности. Хотя, на самом деле, из материальных элементов, хотя и тонких, различные полубоги и всякие разные такие вот необычные субстанции, они материальны, они ниже, чем брахман духовный. Но, они дают нам более высокие представления о Боге, личностные. И поэтому мы рассматриваем вселенскую форму после брахмана. Итак, в 9 главе Бхагавадгиты, которая называется «Самое сокровенное знание», Кришна описывает разных личностей. И вот, в частности, в стихах 13-14, это 9 глава, он описывает махатму. Махатма – это великая душа, которая занимается служением Богу. То есть, там он дает определение махатму. Что махатма – это тот, кто постоянно прославляет меня, тот, кто следует этим путем, следует своим обетам, тот, кто осознает мое величие, мое могущество, погружен в служение. Мне это есть махатма. И далее, в 15 стихе Бхагавадгита, он говорит, что не все, на самом деле, являются такими махатками, но не все являются демонами. Есть личности, которые воспринимают меня, так сказать, немножко по-разному. И вот, сегодня мы почитаем об этой вселенской форме, поговорим на эту тему. Итак, текст для начала, глава 8, достижение Всевышнего, текст 4. Перевод О лучшие из воплощенных существ, физическая природа, которая постоянно изменяется, называется Адибхута – материальное проявление. Вселенская форма Господа, которая включает всех полубогов, таких как полубоги Солнца и Луны, называется Адибхута. И я, Всевышний Господь, пребывающий в форме параматмы, в сердце каждого воплощенного существа, называюсь Адиягия, владыка всех жертвоприношений. Комментарий Шилы Прабхупады. Физическая природа постоянно меняется. Материальные тела обычно проходят шесть этапов развития. Они рождаются, растут, существуют в течение какого-то времени, производят побочные продукты, истощаются и затем исчезают. Эта физическая природа называется Адибхута. Она творится в определенный момент и в определенный момент будет уничтожена. Концепция вселенской формы Всевышнего Господа, включающей в себя всех полубогов и планет, на которых они обитают, называется Адидайвата. В теле, наряду с индивидуальной душой, пребывает и сверхдуша, полное проявление Господа Кришны. Сверхдуша называется параматма или Адиягия и обитает в сердце. Слово Эва особенно важно в этом стихе, так как оно этим словом Господь подчеркивает, что параматма неотлична от него самого. Параматма, Верховная Божественная Личность расположена рядом с индивидуальной душой и является свидетелем всех поступков индивидуальной души, а также источником различных видов сознания души. Параматма дает душе возможность действовать свободно, а сама наблюдает за этой деятельностью. Назначение всех этих разнообразных проявлений Всевышнего Господа естественным образом открывается чистому преданному, пребывающему в сознании Кришны, занятому трансцендентным служением Господу. Необъятная вселенская форма Господа, именуемая Адидайвата, является объектом созерцания для новичков, которые не могут приблизиться к Всевышнему Господу в его проявлении как параматмы. Неофиту рекомендуется сверцать вселенскую форму Господа, называемую Вират Пуруша, ногами которой считаются низшие планеты, глазами Солнца и Луна, а головой высшие планетные системы. Субтитры создавал DimaToram. Субтитры создавал DimaToram. Субтитры создавал DimaToram. И вот буквально в 15 стихе 9 главы Кришна говорит, что есть три категории людей, которые не являются махатнами, они ниже махатнами, они не являются чистыми преданными Бога, в буквальном смысле слова. Но им не чужда вообще идея Бога, им не чужда идея поклонения. И он перечисляет три категории людей, которые стоят ниже махатнами, но тоже какое-то понятие Бога имеют, что это за люди такие. И он их там описывает. Первая категория их называют Экатвена. Экатвена обозначает один. Экатвена это те, кто поклоняются себе как Богу. То есть они не отделяют себя от Бога. Это так называемая идея монизма. Монизм это значит, моно это один. А монизм это обозначает, что я с Богом полностью тождественный. Они не отделяют себя от Бога. Поэтому они говорят, я Нарайна, ты Нарайна, он Нарайна, все вокруг Нарайна. То есть это такие вот немножко упрощенные представления о Боге. Но тем не менее у человека какая-то концепция о том, что что-то высшее есть. Но он путает Бога с собой, точнее себя с Богом. Итак, это низшая категория поклоняющихся, так называемый монизм. Классические имперсоналисты. А вторая категория, которую нам перечисляет Кришна, так называемая Притхактвена. Притхактвена обозначает люди, которые поклоняются Богу в разнообразии сущего. То есть они говорят, есть разные формы. Есть Брахма, есть Шива, есть Индра, есть то-сё, всякие различные формы. Они говорят, не так важно, Иисус Христос, Будда, Бухаммед. Они говорят, это все одно. То есть не так важно, Бог себя привел так, сяк. То есть, с одной стороны, в этом что-то есть. Потому что действительно Бог проявляется через разные формы. Но недостаток этой концепции состоит в том, что эти люди думают, что у Бога нет одной изначальной и главной формы. То есть они думают, что Он равным образом проявлен в любых своих проявлениях. Нет разницы. Притхактвена обозначает, что разные проявления есть. И неважно, какое у вас это, у нас то, и в принципе все это равно. Действительно, Верховный Господь проявляется через все эти могущественные воплощения, аватары. Никто не спорит с этим. Но я говорю, слабость этой концепции в том, что она не принимает, что изначально, главное, основное. Есть в Брахмасанхите, в древнем тексте, такой интересный пример, что, скажем, множество свеч. И эти свечи все могут быть одинаковые по своей силе, по яркости света, по своему могуществу, по долготе горения. Но есть изначальные свечи, от которых все они зажглись. Хотя все эти остальные горят так же ярко, как и она, тем не менее, одна первая главная. И вот это уже меняет дело, понимаете? С одной делом сказать, что все свечи одинаковые. Другое дело сказать, что хотя они все одинаковые, тем не менее, есть одна, от которой они все зажглись. Вроде бы то же самое, но некоторый еще один тонкий моментик внесен, который показывает, что все-таки есть одна главная, основная свеча, от которой все остальные загорелись. Поэтому вот эта концепция Придхактвена, поклонение Богу в многообразии сущего, в этих моментах не учитывает. Она говорит, что все воплощения Бога равны между собой и так далее. Тем не менее, эта концепция более высокая, чем первая. Почему? Потому что, по меньшей мере, на этом уровне человек уже не путает себя с Богом, себя уже отделяет от Бога. Какие бы то ни было, есть формы Бога, и есть я, который должен им поклоняться. И так это второй уровень людей, которые не являются махатмами, но как-то по-своему они поклоняются Богу. И третий уровень называется Вишватомукхам. Вишватомукхам обозначает те, кто поклоняются Богу в его вселенской форме. Вселенская форма – это уже конкретная форма. Это еще более высокий уровень, потому что тут будет ясно, что все эти многообразные формы, которые есть в мире Бога, они завязаны все-таки на одну определяющую, организующую, которая является источником всего, центром всего. И когда мы почитаем ведическую литературу, допустим, Шимат Бхагаватам и Бхагавадгитам, мы сразу же увидим, что есть некоторое разночтение в понимании, что такое вселенская форма. Есть некоторое разночтение. Допустим, та вселенская форма, которая описана в Бхагавадгите, которую видел Арджуна, это вроде бы одно, какое-то такое видение было необычное, которое видел Арджуна. Потом, если мы откроем Шимат Бхагаватам вторую песню, и там будет описана медитация на вселенскую форму, там мы начнем читать другие описания на вселенской форме. И мы можем немножко запутаться, что имеется в виду, какие-то разные формы или что это. Это не разные формы, но это разные уровни понимания одной и той же формы. Сегодня мы немножечко поговорим об этом. Итак, первый вид или понимание того, что такое вселенская форма Бога. Часто люди такого широкого взгляда, есть такое движение, философы их называли космисты, то есть люди, которые видели в космосе божественное проявление. Вернадский к ним, кто-то еще, забыл все эти фамилии. Личности Циолковский, по-моему, к нему тоже относился к космистам. То есть люди, которые имеют достаточно широкое сознание, и они видели в космосе какую-то божественную силу, какое-то божественное начало. Часто такие люди говорят, я верю в Бога, я верю во Всевышнего. Например, Эйнштейн, ученый большой, он говорит, я верю в Бога. Но когда его спросили, а какой он Бог, он сказал, Бог это Вселенная. То есть для него Бог это был сложный механизм космический. То есть Эйнштейн был не глупый человек, он видел, как это все, так сказать, интересно здесь крутится, наблюдается. И он вследствие своего разума большого пришел, что есть Бог к такому пониманию. Здесь вот говорится, что для верующего человека Бог вначале существует, бездоказательно, на уровне веры. Просто он сердцем чувствует, что есть какая-то высшая сила, и ему не так важно, он это может доказать, не может, он это сердцем чувствует. То есть как бы на таком нерациональном уровне, то есть для верующего человека просто Бог существует вначале. И через призму своей веры он рассмотрит на мир. Таково видение верующего человека. А для ученого человека Бог не вначале, но в конце. Если это на самом деле разумный человек, то он в конце, как Эйнштейн. Он в конце концов вследствие своего наблюдения, размышленно приводит, что такое само по себе случиться не могло. Итак, для верующих людей Бог вначале, для по-настоящему мыслящих Бог в конце, так или иначе люди приходят к нему, разумные люди, благочестивые люди. Но те люди, которые говорят, допустим, к Эйнштейн, что Бог это для меня просто космос, все эти законы, галактики, планеты, циклы, взаимосвязь, явления, вот это какое-то такое единство. Они, конечно же, имеют только такое поверхностное представление. То есть они, можно сказать, обожествляют механизм, созданный Богом. То есть они видят творение Бога. И по этому творению Бога, они, конечно, понимают его величие, но они за творением неясны где-то Творца. То есть не понимают, что он есть. То есть можно сказать, что это начальное понимание вселенской формы. Оно является верным, но оно частичным, неполным является. Итак, они говорят, что Бог это Вселенная, это космос со всеми вот этими сложными взаимодействиями, сложный такой механизм. Второй уровень понимания вселенской формы, это если мы допустили, что Вселенная это Бог, или Бог это Вселенная, то теперь неплохо бы научиться в этом космосе видеть все-таки более личностные черты этого Бога. И вот тут мы как раз уже читаем вот эту вот самую вторую песню Шима Адбагова, где говорится, описывается медитация для новичков на вселенскую форму. Что там говорится? Там говорится, что новичок, который начал только вот встал на путь осознания Бога, ему рекомендуется медитировать на этот материальный космос, как на различные части тела Верховного. То есть, допустим, нам говорится, что мы должны воспринимать, что те деревья, это волосы на коже вселенской формы, что облака, это волосы у него на голове, солнце и луна, это его глаза, что низшие планеты, это стопы вселенской формы, высшие планеты, это голова вселенской формы и так далее. То есть, это медитация для тех, кто считает вселенную Богом, для того, чтобы они научились видеть в ней уже какие-то более личностные проявления. Говорите, что вот, допустим, горные хребты, камни, скалы, это кости вселенской формы. В таком ключе. Допустим, мы знаем, что в греческой мифологии концепции богиня Земли, называют гея. И география, это описание Земли, то есть, это геи само по себе. То есть, у них было такое понятие, что есть планета Земля, есть какое-то божество Земли, это гея. И вот мы эту гею или геос описываем, эту землю, это будет география. То есть, попытка персонификации вселенской формы, попытка персонификации всех этих природных сил. И тут уже мы узнаем о том, что есть эти всевозможные полубоги и так далее. Вот, предположим, мы узнаем, что воруна, повелитель вод, он является своего рода языком вселенской формы, потому что язык это то, что определяет вкусы. А вкус невозможно определить, если нет элемента жидкости воды. То есть, слюна смачивает язык, поэтому чувствуем вкусы. Когда человек болен, слюны нет, ему все кажется безвкусным. То есть, элемент воды, он связан с понятием вкуса. И так, предположим, воруна, отвечающий за вод, или там тоже посейдон, как его называют в Греции, это отвечает за стихию воды, это язык вселенской формы. Допустим, индра, это руки, то есть, он там повелевающий царь Агнии, он олицетворяет речь про джапати, обозначает половые функции, скажем там, вселенской формы, как она дает, так сказать, творческий импульс живым существам для размножения и так далее. То есть, это уже такой более высокий уровень, когда просто представление о Боге, о космосе, это одно такое чисто научное, а немножко безличностное, имперсональное. Бхагава там нам дает уже медитацию на вселенскую форму, для того, чтобы мы научились видеть не уже более личностные проявления, что природа не просто как бы так вот умно устроена, но она персонифицирована. Есть эти различные силы, различные какие-то эти вот ее проявления, они ведь составными частями этой вселенской формы. Но также далее там говорится, что все эти полубоги, все эти вот как бы отдельные элементы, они не могут существовать отдельно без высшей души. То есть, вот там описывается творение вселенской формы, как вот эти все полубоги, появились все эти разные стихии и так далее. Вот как бы создавался такой вселенский пуруша, некий такой вот вселенский организм. Вот, но говорится, что пуруша не двигался. И только когда душа вселенной, параматма, вошла туда, вот тогда он двинулся, этот пуруша. То есть, параматма, это душа вселенной, самое главное. То есть, это как бы такая основная точка сборки, или такой организующий, главный момент для всей вселенской формы. То есть, уже следующее понимание, это понимание того, что хотя есть эти все различные полубоги, стихии, там всякие разные эти вот символы, личностные образы, вот, они все не будут работать точно так же, как тело, разные части тела, руки, ноги не будут работать, пока нет души. Душа в теле, все работает. Если человек попал в реанимацию, клиническая смета, руки, ноги есть, а они не двигаются. Если реанимация произошла, опять душа вошла в тело, все, опять задвигались все признаки жизни. То есть, точно так же, с одной стороны, мы понимаем, что разные части вселенской формы, это различные полубоги, но еще более высокое понимание, это то, что они не могут действовать, они не могут ничего делать до тех пор, пока они все не будут оживлены, не будет, как бы, такая команда старт, точка, так сказать, включительная. Этим включающим, главным фактором является параматно, то есть, это вот идея, так называемого первотолчка, который существует в философии. Что является первотолчком вообще к развитию, к какому-то движению? То есть, это воля самого Всевышнего, который является источником всего этого. Итак, это еще более высокий уровень понимания вселенской формы. И самое высокое видение или понимание вселенской формы, это то, что уже дано в Бхагавадгите. Вселенская форма в том виде, в котором ее непосредственно увидел Арджуна. То есть, на этом втором этапе, о котором мы говорили, здесь необходимо напрягать свое воображение, воображать самому все эти вещи, пытаться представить себе, как эти все полубоги вместе, как там все эти разные части космоса собраны. То есть, здесь работает пока наше воображение, откровения пока еще нет. Но третий уровень, это когда на человека нисходит откровение. И вот на Арджуна он не зашел, то есть, он ее увидел. Ему не было нужды фантазию напрягать, свой ум. То есть, он просто увидел Кришна, показал ему эту вселенскую форму. Но он показал ее, отвечая на просьбу Арджуны. Потому что Арджуна в начале 11 главы Бхагавадгиты сказал, что хотя ты сейчас стоишь передо мной в своем изначальном облике, я хочу увидеть, как ты вступил в это космическое проявление. В 10 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что одной частицей меня, себя я, вернее, пронизываю, все это космическое проявление. То есть, все здесь на мне держится. И Арджуна начинает 11 главу этим вопросом. Если все держится на тебе, я хочу увидеть, как ты на себе держится. Продемонстрирую свою вселенскую форму. И эта вселенская форма была открыта Арджуне. Я просто зачитаю вам несколько стихов из этой 11 главы, чтобы немножко, так сказать, воспроизвести, напомнить, что именно там увидел Арджуна. Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этой форме был украшен неземными драгоценностями, потрясал божественным оружием. Он облачен был в божественные одеяния и украшен гирляндами. Он богоухал многочисленными ароматическими маслами, покрывающими его тело. Все это было дивно, сияющее, безгранично, сопроникающее. Если бы сотни тысяч солнца зашли на небе одновременно, то их сияние могло бы напомнить сияние той высшей личности в этой космической форме. В это время Арджуна мог возрастать во вселенской форме Господа безграничные пространства Вселенной, сосредоточенные в одном месте, хотя разделенные на многие-многие тысячи. Далее, кто-то он еще делится своими впечатлениями, Арджуна. Он говорит, о великий, даже более великий, чем Брахма, «Ты изначальный создатель. Как же им не склоняться перед тобой в почтении? О безграничный, Бог богов, прибежища вселенной. Ты неиссякаемый источник, причина всех причин. Ты стоишь выше всего этого материального проявления». То есть здесь он признает уже такую трансцендентную природу Вселенской формы. «Ты стоишь выше всего этого материального проявления». То есть смотрите, начало осознания Вселенской формы, что это просто космос, материальная Вселенная. Второй уровень это уже понимание того, что космос персонифицирован, различные полубоги, как они связаны между собой. Потом понимание Арджуны, что есть Всевышний Господь, который вошел в эту форму, сам он трансцендентен по отношению к ней, одновременно. То есть поэтому Вселенская форма, ее немножко трудно понять. Она как бы и материальная одновременно, и духовная. Она трансцендентна. Почему она трансцендентна? Потому что мы сейчас ее не видим. Она есть, но мы ее не видим, мы ее не осознаем. Итак, в ней есть материальные аспекты, полубоги, стихии, всевозможные планеты. Это материальные аспекты Вселенской формы. Но сам Кришна трансцендентен. И поэтому Кришна Арджуна здесь говорит, что ты причина всех причин, ты стоишь выше всего этого материального проявления. Ты проявляешь себя через него, но сам ты стоишь выше него. То есть одновременно в нем есть и трансцендентный элемент в этой форме, и материальный элемент. И далее Арджуна говорит, ты изначальная божественная личность, старейшее конечное святилище этого проявленного космического мира. Ты знаешь все, и ты все, что есть познаваемого. Ты высший обитель, стоящий над всеми материальными гунами. О бесконечная форма, твой пронизанное все космическое проявление. Тоже интересная фраза, бесконечная форма. Мы знаем, что форма всегда конечная. Он говорит, бесконечная форма. То есть он сам по себе имеет форму, но его энергии, они делают его безграничным повсюду распустим. Одновременно он и безграничен, и имеет, с одной стороны, конкретные очертания. И дальше он говорит, ты воздух, и ты высший правитель, ты огонь, ты вода, и ты луна. Ты брахма, первое живое создание, и ты прародитель. Поэтому почтение склоняюсь перед тобой тысячу раз, и еще, и снова. Впечатление Арджуны от того, что он увидел этой вселенской формы. Итак, эта вселенская форма нужна в этом материальном мире для того, чтобы разумным людям показать величие Бога. То есть мы знаем, что вообще-то Кришна хотел бы общаться с нами лично. Без какого-то особенного величия. Как правило, люди богатые, великие, по-настоящему серьезно. Люди такие скромные, не пытаются там особенности, не то, что он там, я богатый, поэтому кидаю вам деньги, вам деньги. Он не пытается все это демонстрировать. Точно так же, Кришна, обладая всеми богатствами, он хотел бы с нами общаться лично. Но для того, чтобы мы правильно поняли его личность, оценили его личность, правильно с ним общались. Для этого также он демонстрирует и свое величие. Потому что мы знаем, что в духовной жизни есть такая ловушка, такое понятие называется асахаджи. То есть такое легковесное, вульгарное, упрощенное понимание Бога. Когда мы узнали, что Кришна такой божественный пастушок, ну как здорово пастушок, вот я сейчас пойду, побегу с ним бегать. То есть и люди, не особенно склонны к философии, они очень быстро привязываются ко всем этим вещам и думают, что все, уже Кришна у них на кухне поселился, и у них там с ним личные отношения. Все у них здорово, они с ним разговаривают, полную катушку, всем своим друзьям знакомым, пересказывают, что им там Бог сказал. То есть такие немножко упрощенные. При этом философии, ну, говорят, ну, дуб-дубом, то есть ничего не понимают вообще. И они уверены, что они общаются с Богом. Это называется хаджи. То есть, когда они пытаются присвоить себе личностные отношения с Богом, не поняв его величия, это называется хаджи. И поэтому сначала, так сказать, Кришна предстает перед нами вот в этом вот виде непостижимого, огромного космоса, который немножко давит на нас. Мы смотрим, космос такой немножко пугающий, какие-то пространства, все такое, здесь какие-то там кометы летают, еще что-то происходит. То есть, космос, он вроде с одной стороны и манит нас, и пугает одновременно, что такое непонятное, этот космос. И по мере того, как люди начинают его постигать, они начинают видеть, как там все интересно устроено, вот такой очень загадочный этот космос. И постепенно, постепенно проступают все эти силы какие-то, полубоги, все эти ангелы и так далее, все как-то завязываются в какую-то единую систему. И в конце концов, начинаем понимать, что за всем этим механизмом стоит прекрасный, так сказать, но отрешенный от всего Господь, который ждет, когда мы пройдем этот этап обучения. Но этот этап обучения является очень важным, потому что, если мы не поймем величие Бога, тогда мы не сможем понять правильно и его всех этих игр, деяний. Мы подумаем, что это все такое человеческое. То есть, мы не заведем божественные игры до своего такого мирского человеческого понимания, это будет ошибка, неправильная. И так, осознание величия Бога предшествует нашим личностным отношениям, это очень важно. Но к этой вселенской форме существуют разные отношения, потому что преданные находятся на разных уровнях. И так, смотрите, с одной стороны, Арджуна увидел эту форму, он с одной стороны был изумлен, он очень удивился, когда это увидел, а потом он испугался. Потому что в этой форме Кришна показал ему смерть всех воинов, которые, это было еще перед битвой на Курухшетре. И Арджуна не знал исхода битвы, он не знал, кто победит. И Кришна, как бы страничку, так сказать, вперед перевернул во времени, показал ему будущее. Он показал ему, что вот видишь, как все эти воины на с обоих сторон, они устремляются в пасть этой вселенской формы. Эта вселенская форма их перемалывает, там, так называемая Каларупа. Каларупа – это форма всепожирающего времени. То есть мы знаем, что время – это такая мясорубка, которая перемалывает все. То есть такая невидимая сила, но она действует на всех абсолютно. И в этой вселенской форме Кришна показал Арджуне персонифицированное время. То есть, как бы такую вот силу, которая поглощает и перемалывает вообще все. И это, конечно, очень сильно испугало Арджуну. То есть он увидел эту вселенскую форму. И хотя он был человеком неробкого десятка, говорится, что колени Арджуны подкосились от ужаса. То есть он вообще был в таком состоянии трепета, когда он видел эту вселенскую форму. И в конце концов он сказал, пожалуйста, устрани эту форму. Все, я свое любопытство удовлетворил. Я увидел, как ты в этом космосе присутствуешь. Теперь, говорит, я тебя прошу, пожалуйста, прими опять свой двурукий облик Кришны. То же самое было, немножко в другом, конечно, варианте, с матерью Ешодой, то есть которая играет роль приемной матери Кришны. Она как-то однажды держала Кришну на руках, кормила его грудью, еще младенцем он был. И он, так сказать, сладко зевнул, открыл рот, и она увидела там вселенскую форму. Он два раза пока слышали вселенскую форму. Два раза. Один раз наберегует иммунный брахман догад, когда он увидел вселенскую форму. Один раз еще до этого, еще раньше, когда она просто увидела у него во рту вселенскую форму. И мать Ешода, у нее несколько мыслей сразу появилось. Она подумала, а что это может быть? То есть что-то со мной, с моим разумом, либо это какие-то полубоги со мной какие-то проделывают, либо мой ребенок, какими-то мистическими силами, она стала эти все идеи переваривать. Она подумала, а я простая деревенская женщина, какой смысл великим личностям, полубогам играть с какой-то простой деревенской женщиной? Это исключено. Идея два. Мне померещилась какая-то галлюцинация. Она думает, я всегда был человеком здравого рассудка, никогда с моим подобным ничего не было. Почему это должно произойти сейчас? Прецедентов не было. Это тоже маловероятно. Остается третье. Вероятнее всего, мой ребенок был какими-то мистическими силами необычными. Он мне что-то такое показал. Он говорит, ну ладно, что-то там не было, Господь Нараяна, храни моего сына Кришну. То есть, она не считает Кришну верховной личностью Бога. Это ее раса, это ее отношение. Потому что быть матерью Бога нельзя. У Бога нет матери. Но для того, чтобы Кришна испытать этот вкус, в отца или расу, вкус материнских отношений, любви матери, отца, он вводит ее в состояние иллюзии, йога-майи, в котором Яшода думает, что она является матерью Кришны. То есть, расстояние между ними очень близкое. Она Богом считает Нараяну. Это тоже правильно. Это могущественное воплощение Бога. А Кришна – это сладостное воплощение Бога. С Ним она в близких отношениях. Итак, мы видим, что Арджуна, увидев вселенскую форму, сказал, убери ее. Яшода тоже попыталась об этом побыстрее забыть. Увидела вселенскую форму. А вот в конце Бхагавадгита Санджая говорит, когда я вспоминаю этот удивительный лик Господа, я радуюсь, волосы у меня на голове стоят дыбом, я трепещу и радуюсь вновь и вновь. То есть, на уровне Санджая вселенская форма была очень радостной медитацией. Это был его уровень. Для Арджуны, для Яшода это уже был пройденный этап. Это преданное более высокого уровня. Арджуна находится в дружеских отношениях с Кришной, Яшода в родительских отношениях с Кришной. А Санджая нет, это ниже уровень. И поэтому для него видение вселенской формы, это было очень радостное явление. Он был в полном восторге от этого удивительного шоу. Такие спецэффекты Кришна показал по всему космосу. Обычно все так очень скучно. Небо синее, что-то там мерцает и ничего такого. А тут представьте себе, все пространство заполнено такими яркими формами. Причем не просто формы, это не просто была галлюцинация Арджуны. Там говорится, что они источали аромат. Он еще аромат услышал. И услышал, так сказать, они потрясали божественным оружием. Какие-то звуки он услышал, какие-то ароматы. То есть было все чувства, все стереоэффекты. Все было, так сказать. Полное такое вот видение у него было комплексное. То есть Арджуна все это еще... Это не было иллюзией. И Арджуна попросил Кришну показать вселенскую форму по двум причинам. С одной стороны, он говорит, я хочу увидеть, как ты вступил в это космическое проявление, чтобы посмотреть, как это все на Боге держится. А вторая была причина в том, что он это попросил, чтобы все поняли, что Кришна это не просто какой-то философ умный. Бхагавадгиту рассказал и ушел. То есть Арджуна хотел, чтобы все поняли, читатели Бхагавадгиты в будущем, что Кришна, рассказавший Бхагавадгиту, это сам Верховный Господь. И для этого он говорит, покажи это, подтверди это каким-то таким, так сказать, особым образом. И поэтому Кришна проявил такую необычную вселенскую форму. То есть это является критерием воплощения Бога. Если кто-то заявляет, что он Бог, тогда обычное требование, ну, предъявите, так сказать, мандат, да, мы говорим, а ваш документ какой? У Бога какой документ? У него паспорта даже нет, да? Но доказательством того, что он Бог является его могущество, то есть он вселенскую форму продемонстрировать. И все воплощения Бога это показывает. Я помню лет, уже, наверное, 18 назад, на Руднио, в нашем первом храме, вот один, так сказать, пришел человек, и так попростите душевно сказал, что вот я тут Бог. Зашел тут, посмотреть, как вы мне поклоняетесь. Причем на полном серьезе. Он говорит, а один у нас такой пред, начинающий, он очень такой простой, недавно прочитал Боговый Абгит, он все эти вещи, и говорит, а, я знаю критерий Бога, если это Бог должен показать вселенскую форму, ты можешь показать вселенскую форму, говорит, нет проблем. И он, значит, попытался показать вселенскую форму, он начал метаться по алтарной, и шлось этого Бога за руки, за ноги, его носительская, из храма. Вот положили его там в канавку, чтобы он немножко отдохнул, набрался сил. То есть, вселенская форма, это критерий, критерий аватар, куда объявляет себя аватар и Бога, значит, доказательством, и, как сказать, мандатом, да, должен быть возможность показать вселенскую форму. Если этого нет, ну, таких Богов мы знаем, как говорится, уже. Итак, вселенская форма, это могущественное проявление Бога, но нужно понимать, что оно не является изначальным или основным. Вот тут есть некоторые путаницы. Наши, так сказать, доброжелатели, в кавычках, христиане, давно тоже издали такую брошюрку, которая называлась «Демонический лик Кришны в свете православного учения». И там они, значит, взяли за основу вот этого вот самого Писания именно одиннадцатую главу Бхагаваджида. И там они говорят, вот смотрите, вот он настоящий Кришна, вот он какой, проявил там все эти страшные образы, это сатана, на самом деле. Видите, он пожирает там всех, из него какие-то пламенеющие исходят там эти, лик у нас пепеляет весь космос, уничтожает здесь все. Вот он какой страшный, прикидывается хорошим, да, а на самом деле вот он какой. Но, видимо, они не дочитали эту главу до конца, и что-то им не позволило, так сказать, понять всего остального. А смысл этой главы как раз состоит прямо в противоположном, что вселенская форма, она не является главной чертой Верховного Господа. То есть, если мы читаем до конца эту главу, то там все развивается очень интересно. А Аджуна говорит к Кришне, все, я посмотрел, теперь убирай это все обратно. И дальше что происходит? Вселенская форма, она исчезла, и перед Аджуной прислала четырехрукая форма Вишну. А потом и четырехрукая форма Вишну раз тоже исчезла и вошла в двухрукую форму. То есть, всем смыслом этой одиннадцатой главы Бхагавадгиты является показать, что двурукая форма Кришны является изначальной, из которой исходит и четырехрукая форма Вишну, и вселенская форма, и все остальное. Он из себя ее проявил и в себя ее вобрал. Но эти, так сказать, товарищи, философы, они не дочитали книжку до конца и выводы сделали предварительно. Они подумали, что это и есть его истинный лик. Но у Кришны такой лик без сомнения есть. Страшный лик, который очень сильно испугался Аджуна. И для чего он есть? А есть он существует как раз для тех живых существ, которые не желают развивать личных отношений с прекрасной формой Бога. То есть, есть прекрасная форма Бога, привлекающая Кришну. А есть вот такая ужасная форма Бога, вот это всепожирающее время, это вселенская форма. И идея состоит в том, что Бога избежать нельзя, потому что нет ничего кроме Бога. То есть, мы все находимся в его царстве, везде его энергии. Можно только в своем невежестве, в своей иллюзии как бы не осознавать этого. Но быть вне Бога невозможно, потому что он повсюду, он проникает повсюду. Так вот, для тех живых существ, которые имеют к Богу благословное отношение, для них есть всепривлекающая и красивая форма Кришны. Те же, кто не желает этой формы иметь дело, перед ними тогда Кришна предстает форме ужасной, вселенской. Вселенская форма времени, всепожирающая эти энергии. И этот лик, который на самом деле, которого очень боятся люди. Вот мы прочитали там, что если бы эта форма, она так сильно сияла, что тысячи солнц, может быть, понадобили, чтобы таким вот цветом сиять. Это все проявилось перед ним, Парджуна так. И интересно то, что, забыл фамилию этого ученого, в годы Второй Мировой войны, когда была взорвана эта атомная бомба над Хиросеем и Нагасаки, то есть было вот такое же, как будто сияние тысячи солнц озарило все небо, вот такие испепеляющие какие-то лучи. Когда он услышал об описании взрыва атомной бомбы, он был знаком с Багавадгидом. Он прочитал эти стихи из 11 главы Багавадгиды, что это проявление такого смертоносного лика Всевышнего. Потому что на самом деле ядерная реакция это гнев параматный, который находится в каждом атоме. То есть Кришна находится в каждом атоме. И не наше дело в этом колупаться во всех этих атомах, во всех этих вещах. Потому что сам по себе этот атом, с чем бы он взорвался, так сказать. То есть это ни с того, ни с сего. Мы говорим, какая-то реакция и все прочее. То есть объясняем все это вторичными причинами. А это изначальные причины всего. То есть это уже проявление гнева Бога. Тогда, когда мы лезем в те сферы, в которые не полагаются. Нам предполагается развить с ним отношения, а не пытаться манипулировать им, использовать его. На самом деле мы видим, что люди говорят, что мы овладели ядерной энергией. Мы знаем, как они овладели. Попробуйте в каком-то месте построить АЭС. Тут же будет куча митингов против этого всего. Правопада приведет на такой пример, что если вы держите тигра за хвост, то можете сказать, что я поймал тигра. Это ровно одну секунду продолжается. В следующую секунду тигра уже развернется и разорвет вас на части. Вот точно так же мы говорим, что мы овладели всеми энергией. На самом деле мы видим, как эти энергии действуют. Порой очень непредсказуемо. Ни с того ни с сего, там что-то где-то срабатывает, как на этой подводной лодке. Там какая-то двойная, тройная, десятерная система защиты. И просто там какой-то матрос куда-то нажал, и все, и привет. Включилась какая-то система пожаротушения, и 20 трупов мгновенно отравились каким-то газом. То есть на самом деле люди не владеют энергией. Им только кажется, то есть в какой-то степени им кажется, что это может быть. Я включаю кран, вот у меня вода течет, я владею энергией. Но когда у меня прорывает кран, я уже аварийку вызываю. А рано или поздно и электрика, и проводка загорается, и краны эти разрываются, и трубы, и все что угодно. То есть наше владение энергиями, оно очень условное на самом деле. То есть мы балансируем на таком, очень, так сказать, в зыбком состоянии находимся. То есть мы только пытаемся этими энергиями в какой-то степени манипулировать, но эти энергии не наши, потому что они нам полностью не подчиняются. Вот, и поэтому возникают пожары, наводнения, какие-то ветра и ураганы. Идите, если мы владеем материальной природой, давайте установим ураган. В чем проблема? Никто вас видеть не может. Вот этот ураган просто-напросто сегодня там разрушает и улетает куда-то, и все. Мы говорим, мы владеем стихиями. Не владеют люди стихиями, потому что это не наша энергия. Итак, эта форма вселенская, хотя она является такой немножко страшноватой, но она нужна для того, чтобы показать, что любое живое существо, так или иначе перед Богом предстанет. Либо мы предстанем перед Ним сознательно, склонимся, либо, как сказал Штоп Рупад, если мы не склоняемся к Ним при жизни, значит, на момент смерти делают бандават, бум, падаем перед Богом. Смерть приходит, но в таком виде мы склоняемся перед Ним. Поэтому это идея о том, что Бога, в принципе, избежать нельзя. Теперь возникает еще один интересный вопрос. Почему этой вселенской формы, которую видел Арджуна, или даже некоторые Санджаи видел, Вьяса видел, там Санджаи говорит, появилась Вьяс, я смог связать эту удивительную форму. Почему ее не видно всем, если она есть? Планеты, звезды, небо мы все видим, а вселенскую форму мы не видим. И ответ очень прост. Этот мир, с одной стороны, он является, скажем таки, объективным физическим, с другой стороны, он является, немножко так сказать, субъективным творением. То есть, это мир, который сам по себе, хотя он и объективен, тем не менее, он находится под некоторым влиянием других субъектов, личностей, полубогов, Верховного Бога. Очень простой пример. Допустим, все знают, что такое интернет. Такое, как бы, виртуальное пространство, информационное пространство. То есть, все то, что мы видим там, это просто происходит на дисплее нашего монитора. То есть, на самом деле, происходят какие-то сложные процессы, информационные, цифровые, я не знаю, как это все выглядит. То есть, мы видим какой-то, так сказать, просто продукт. Но даже когда мы туда входим, мы видим там не все. Допустим, если вы идете вот на наш, так сказать, официальный сайт, кришну.ру, вот, вы идете туда и увидите там всякие разные разделы, все прочее такое. Можете изучить досконально, от и до. Но есть некоторые вещи, вы там их не увидите никогда. Просто потому, что вы не авторизованы их видеть. Допустим, если вы зашли туда на форум, там есть женский клуб. Но если вы не женщина, вот когда вы регистрируетесь, там пол указывается. Если вы не женщина, вы не можете туда попасть. Уже только для женщины. Тут нужно пройти определенную регистрацию, тогда администратор вас авторизует. Тогда вы сможете. Или, допустим, там есть закрытый отдел для модераторов и администраторов. Обычные пользователи этого тоже не видят. Допустим, я модератор там в своем деле, я какие-то вещи вижу. Там есть какие-то специальные служебные разделы. Но другой человек, который не авторизован свыше, то есть он не авторизован тенью, которую этот сайт создавал, он там будет сколько угодно гулять, он их еще не увидит там никогда. Понимаете? Вот точно так же. Этот космос, с одной стороны, он кажется объективным, иначе я должен видеть здесь все, по идее. Но это точно так же, как этот сайт загружается постепенно. Сначала там какая-то общая рама, потом какие-то цвета, картинки, что-то проступает постепенно. И опять же, не все проступает. Лишь в леру того, насколько поддерживает моя машина, и насколько я авторизован, так сказать. То есть есть разные уровни регистрации, авторизации, прохождения всего этого. Вот точно так же, как есть на любом сайте системный администратор, личности, которые открывают нам эту реальность только настолько, насколько они считают нужным. Когда бывает, туда щелкаешь, страницы недоступны, там еще что-нибудь такое. Какие-то разделы там в саде разработки находятся. То есть их не видно просто-напросто. Вот точно так же, космос, это, хотя и объективная реальность, так же это виртуальная реальность, которая находится под влиянием определенных личностей. Кришны, Параматмы, Брахмы, других могучных полубогов, администраторов. Они администраторы Вселенной. Если эти администраторы и модераторы не хотят, чтобы мы чего-то там видели, мы этого никогда не увидим. Как бы мы там ни пучили свои глаза, каких-то телескопов мы не ставили. Просто потому, что Вселенная, скажем так, модерируемый форум, что называется, где есть определенный контроль. И каждый здесь имеет доступ только к своей сфере реальности, и никуда больше. Понимаете? Поэтому есть вот эти системные администраторы в виде этих высших существ, и они открывают для нас все более тонкие разделы космоса по мере того, как растет наша квалификация. Если наша квалификация не растет, мы остаемся на прежнем уровне. Это примерно то же самое, как вы знаете в компьютерных играх. Мы начинаем какую-то компьютерную игру, и идет начальный уровень, простой уровень. Если вы прошли этот простой уровень, вам открывается уже другая, более сложная задача. Вы получаете какие-то входы туда, сюда, набираете какие-то очки. То есть по мере роста вашей квалификации, мастерства в этой игре, вы переходите на другие уровни этой игры. Другие уровни. Получаете какие-то бонусы, что-то еще такое происходит. Но точно так же космос – это некая многоуровневая игра. И мы здесь решаем задачи своего уровня, человеческого уровня. Нам кажется, что наша задача сейчас – это поддержать свою семью, свое тело, как-то в материальном плане устроиться. Но мы знаем, что все священные писания мира говорят, что и животные это же самое делают. Они тоже поддерживают свою семью, они тоже кормят своих детенышей, они тоже роют свои норки и строят гнезда. То есть что за задача такая? Просто немножко разный стандарт. Но принцип тот же самый. Какая-то забота, какое-то поддержание. Это не есть задача человеческого общества. Задача человеческого общества поинтереснее. У человека есть развитый разум, у него есть уже какое-то устремление к совершенству. И вот в этой сфере же задача – жизнь. Вот это наша игра. Вот это, так сказать, наша задача. Если человек сыграл в такую игру и понял, допустим, что он отличный от физического тела, и что поддерживает не он сам себя, а, так сказать, Верховный Господь поддерживает всех, даже тех, кто не работает. Дерево не работает. Но его поддерживает Господь. Птичка не работает. Но все поддерживают. Эта бактерия сидит в манжутке, не работает. Он поддерживает всех, абсолютно всех поддерживает. Когда к человеку приходит это понимание, он немножко расслабляется и понимает, что дело не в поддержании, дело в определенном духовном развитии. И тогда он начинает играть уже в игры другого уровня. Идет интеллектуальное развитие, моральное развитие, духовное развитие. И тогда он уже входит в другой слой. Слой мудрецов, полубогов, риши, видящих, сущностей других. И там уже решаются другие, другие, другие уровни. А пока он не доходит до уровня бхакти, чистой любви. Но это не обязательно делать, проходя через планетарную эволюцию. Мы можем это сделать, в принципе, и сейчас, в одной жизни. Хотя сейчас это может быть немножко сложновато, потому что мы видим, что для чистых душ практика преданного служения очень легка и естественна. А для душ обусловленных нам приходится развитие бхакти сочетать с кучей других задач. Все-таки нам деньги же нужны, нужны. Хотя, в принципе, все, что я не могу получить больше, чем я уже заслужил своей судьбой, но хотя бы даже, чтобы это реализовать, я должен хотя бы нагнуться, чтобы поднять эти деньги. Хотя бы какой-то минимальный труд должен совершить. Это моя дхарма. И когда я совершаю свою дхарму, Кришна мне выдает. Потому что дхарма нужна для того, чтобы существовало общество. Иногда люди говорят, странная такая концепция, очень такая примитивная концепция кармы. Если я все заработал своим прошлым, теперь у меня все это уже гарантирует, теперь я могу ничего не делать. Нет. С одной стороны, да. Но дело все в том, что этим поколением жизнь не заканчивается. Поколение пойдет дальше. И, кроме всего прочего, несмотря на то, что Кришна может дать мне все, что я заработал, еще же должно работать общество. А чтобы общество работало, каждый должен исполнять свои какие-то обязанности. Независимо от того, что он из этого получает. Корыстно, бескорыстно, конечно, нужно работать. Поэтому дело не в том, чтобы просто получить заработанное своим прошлым. А дело в том, чтобы поддержать также определенные общественные процессы. Все мы здесь пользуемся услугами друг друга. Вы приехали сюда на своем транспорте, на общественном транспорте. Так или иначе, транспорт едет на бензине. Этот бензин кто-то там добывает, обрабатывает, вернее, создает. То есть, целая куча услуг всевозможных, обоюдных. Поэтому, немножко примитивно было бы думать, что если я своей прошлой кармой заработал некое благосостояние, теперь я должен работать. Человек должен работать всегда. Потому что, если он перестает работать, он впадает в тамогун, в невежество. А работа держит его по меньшей мере в гуне страсти. Хотя бы какая-то активность, хотя бы какая-то жизнь, что называется. И действуя, он начинает понимать закономерности. Если человек не действует, он не поймет закономерности. Закономерность это гуна благости уже. Но эту гуну благости человек не может ухватить, пока он в тамогу не находится. Нужно действовать. И когда он начинает действовать, он начинает, что есть какие-то законы. Действуют так больно, а действуют так хорошо. То есть, когда он начинает действовать, он начинает понимать, это правильно, это неправильно. То есть, через действия к нему приходит понимание о законах деятельности. И так он приходит все более и более тонким аспектом деятельности. Он выясняет, что на самом деле самая высшая форма деятельности является деятельность в бескорыстном, чистом служении Богу. Поэтому карма кармой в плане обеспечения, но у деятельности есть еще и другой аспект. Человек должен прийти к пониманию изначальной деятельности, что это такое. Поэтому независимо от того, что я служил своим прошлым, и это получу, никуда не денется, но деятельность нужна также еще для другого, для того, чтобы я понял законы жизни. Из этих законов жизни выбрал самые тонкие и самые высокие. Закон чистой бескорыстной любви. Поэтому Вселенная это такой очень необычный механизм, вселенская форма. Одним она представляется как просто некая какая-то разумная машина, примитивный уровень такого вселенской формы. Другие понимают ее уже как некое сообщество разумных личностей, полубогов, которые завязаны на какую-то высшую личность. А такие удачные личности, как Арджуна, они получили возможность откровения, они получили даршан, даршан обозначает видение, вишварупа даршан йога, так называется 11 глава Бхагавадгиты, видение вселенской формы. То есть им это все открылось, они это увидели, не просто вообразили себя, а увидели все это. Итак, вселенская форма это еще один уровень осознания реальности. И когда мы понимаем, что мы находимся как-то под определенным контролем, мы видим, что полубоги видели эту вселенскую форму, они видели Арджуну. Если Арджуна видел их, значит они видели Арджуну, это вполне естественно. То есть мы приходим к пониманию, что наша деятельность находится тоже под некоторым наблюдением. Как Кришна в 9 главе Бхагавадгиты говорит, моя тхякшена пракрити, то есть это пракрити материальная природа перед моими глазами. Мая, мои, акша, глаза, моя тхякшена пракрити. То есть вся эта материальная природа перед моими глазами. Это означает, что каждое наше действие, оно, так сказать, наблюдается. Это обозначает, что когда нас контролирует, мы ведем себя одним образом. Когда мы знаем, что нас с вами наблюдают, уже по-другому. Как я помню, в Австралии в какой-то магазин заходят, зашел там давно, и там такая бумажечка, улыбайтесь, электронный глаз наблюдает за вами. Все, расслабьтесь, украсть здесь ничего не сможете, электронный глаз наблюдает, поэтому улыбайтесь. Электронный глаз наблюдает за вами. Все, и человек сразу думает, ну что ж, наблюдаю, значит будем вести себя прилично. Тут не забалуешь уже. Точно так же Параматма, она, в Бхагавадгите Кришна говорит, я наблюдаю и дозволяю. Упадрашта, ануманта, чао, упадрашта, тот, кто наблюдает, а ануманта, тот, кто санкционирует действия. Он говорит, я наблюдаю и дозволяю, именуюсь высшей душой, нахожусь в сердце каждого живого существа. Поэтому понимание вселенской формы является важным для нас уровнем понимания вселенской реальности, чтобы мы увидели, что здесь все увязано, и мы здесь тоже находимся в плане, в определенном контексте. Поэтому лучше всего идти, действовать в ногу с линией партии. Против линии партии, особенно такой высокой партии, действовать не рекомендуется. Потому что когда живое существо начинает нарушать законы Бога, этому оно причиняет боль только самому себе, больше никому. Если я нарушаю закон, значит я наступаю на какие-то грабли, которые бьют по мне. То есть закон всегда является святым. И закон приходит к нам и за пределами этого мира. На Руси слово «закон», материальный мир называется «кон». А закон – это то, что из-за пределов этого материального мира пришло. Закон, это стоящий за пределами «кона», за пределами материального всей этой суеты, всей этой жизни материала. То есть закон обладает трансцендентной причиной, потому что закон – это сам Бог. Одно из имен Кришны – это «вайди-натх», «вайди» – это правило, «натх» – повелитель всех правил и законов, это источник. Поэтому закон – это проявление Бога, закон – это проявление высшей власти. И вселенская форма позволяет нам увидеть себя во всем этом, так сказать, контексте этого единого такого механизма. И человеку здесь предписан путь развития, самый благоприятный путь. В этом случае в конце мы увидим эту улыбающуюся форму Кришны. Если мы изберем другой путь, тогда мы можем видеть эту страшную форму Бишварупы, Каларупы, пожирающую нас. Поэтому, так или иначе, мы видим Кришну. Но одно видение, надо сказать, будет радостным для нас, а другое – очень неприятным. И перспективы тоже будут совершенно разные. Поэтому живое существо должно постараться в своем свободе воли правильного потребителя. Для того, чтобы правильный потребитель, должно быть знание. Знание, которое представляет уже перед нами выбор. А если Вы сегодня никуда не ходите, Вам ноги нужны? Нет. Для полноты, для гармонии. Кришну называют пурнам. Пурнам обозначает тот, кто полон. Полон обозначает полон всех достоинств. Хотя, если Вам не нравится, что у Бога есть ноги, пожалуйста, у нас есть безногий Бог Джаганат. Хотя, во время праздников Вам представляют тоже многие. Кришна вообще универсальный. Вам не нравится черный облик Бога? У нас есть белый Баларан, пожалуйста. Белый не нравится, но он желтый, сухой. Что хотите? Хотите с ногами танцует гора не тая? Хотите без ног Джаганат? Что хотите? Как Вам нравится? Он пурнам, в нем есть все. Называется универсальный Бог. Еще вопросы есть. А вот такой умеет. Деятельность необходима человеку для того, чтобы он задеется в домоотношении с другими людьми. То есть он рождается под согласно закону в определенном месте, да? И скупает в домоотношении с другими людьми. Или он переезжает и деятельность этого развивает в другом месте. И так, и так, может быть. Бывают у людей, ну, как сказать, Кришна же говорит в Багавадгите. Те, кто до конца жизни не достигли отречения, после смерти получают плоды позитивные, хорошие, плохие и смешанные. Поэтому мы видим в жизни людей всякие разные вещи, хорошие, плохие и смешанные. Одни ведут себя статично в одном месте. Если у людей, скажем, с точки зрения астрологии, допустим, основные планеты находятся в статичных знаках. Люди сидят в одном месте, так сказать, негодяй не двигаются. А если в подвижных знаках, они туда-сюда болтаются. А если в дуале, значит, немножко так, немножко сяк, по-разному бывает. То есть судьба человека раскрывается уже в зависимости от его желания, того, что он заслуживает. Одни сидят в сиднем в одном месте, другие постоянно перемещаются, третий – это тот и все. И это все, так сказать, не отменяют судьбу. Это просто является проявлением многообразия судьбы. Ну ладно, тогда я не буду вас задерживать. Еще раз напомню, значит, про приезд Бхакти и Абхава сами, про марафон, который начнется с дешнего дня. Или берите на распространение вещи, или можете выкупать книги, газеты, журналы. И для тех, кто едет в Индию, объявление, значит, подайте в списке свои имена, выписку из своего загранпаспорта Матаджи Джараши в течение двух недель, чтобы вы могли сделать заявки на приглашение, чтобы вы могли получить визу. Все, всем спасибо.